Приветствую всех постоянных и новых зрителей. Сегодня я вас приглашаю посетить ботанический сад Дрездена. Для тех, кто еще не видел видео с выставки орхидей в Дрездене, я оставлю ссылку в описании под видео. Ботанический сад в Дрездене небольшой и занимает территорию всего чуть больше трех гектаров. Но самое удивительное, что он бесплатный. История ботанического сада Дрездена столь же насыщена, как и история самого Дрездена. Она начинается в 1815 году, когда за бывшей хирургической медицинской академией был закреплен участок земли для создания ботанического сада. Изначально он находился в центре города, недалеко от знаменитой террасы Брюля. Ботанический сад был создан в 1820 году профессором естествознания Людвигом Рахенбахом, который был его первым директором. В то же время он был директором Музея естественной истории, а также одним из соучредителей зоопарка и Дрезденского общества защиты животных. Кстати, зоопарк и сейчас находится рядом с ботаническим садом. Правда, мы туда не ходили. К 1822 году в саду насчитывалось около 8 тысяч видов и сортов растений. Я уверена, что фамилия Рахенбах хорошо знакома любителям орхидей. Однако знаменитый немецкий специалист по орхидеям Генрих Густав Рахенбах был сыном Людвига Рахенбаха. Уже с 18 лет под руководством отца Генрих Густав начал изучать орхидеи. Как и отец, Рахенбах сын прошел курс естественных наук в университете Лейпцига и тоже был директором ботанического сада, но в Гамбурге, где получил кафедру профессора ботаники в академической гимназии. Семья Рахенбахов была академической. Отец Людвига, дедушка Генриха, был автором первого греко-немецкого словаря, вышедшего в 1818 году. Людвиг Рахенбах ровно замечательно знал ботанику и зоологию и оставил свой заметный след в обеих науках. Он также был способным ботаническим художником. Полная естественная история млекопитающих и птиц – его самая известная книга. Многие его ботанические и зоологические книги блестяще проиллюстрированы, причем частично им самим. К сожалению, сад не мог остаться на прежнем месте по градостроительным соображениям, и его пришлось перенести на нынешнее место. Современный сад был создан в 1889 году немецким ботаником Оскаром Друда и официально открыт в 1893 году. Однако он был разрушен во время бомбардировки Дрездена в 1945 году и вновь открылся с частично отреставрированными садами в 1950 году. И относится теперь к Дрезденскому технологическому университету. Теплица пальм не выжила. В 1968 году из-за школьной реформы в Дрездене больше не могли обучаться студенты-биологи, и саду вновь пришлось опазаться за свое существование. Но, к счастью, сад выжил. Сегодня в саду насчитывается около 10 тысяч видов растений, включая около 800 видов однолетних растений и коллекцию дикорастущих растений Саксонии и Тюрингии. Кстати, Тюрингия известна как «Зеленое сердце Германии» из-за своего обширного и густого леса. И я подумала, что надо как-нибудь обязательно туда съездить. Ботанический сад содержит географически расположенные коллекции растений. Это касается и трех теплиц с растениями из тропических и субтропических регионов. Также есть альпийская горка, на которой собраны разнообразные европейские высокогорные растения. Однако в марте горка была еще голая. Также есть сад с лекарственными и ядовитыми растениями. В трех довольно обширных теплицах произрастает около 3000 видов растений. Правда, теплица с водными растениями на данный момент не имеет ни лилий, ни других водных растений. И бассейн заставлен катками с растениями. Тропическая теплица содержит флору Азии и Африки. В другой теплице растут суккуленты, орхидеи и плотоядные растения. К сожалению, в отдел теплицы с орхидеями зайти нельзя. Она довольно узкая и можно только любоваться орхидеями через стекло теплицы. Перед тропической теплицей посетителей встречают свидетели ушедших времен. Пни ископаемых деревьев и срез одного из окаменевших стволов из Центральной Европы. Надеюсь, в свой следующий визит в Дрезден вам захочется посетить ботанический сад. А с вами я прощаюсь и желаю всем скорейшего мира и добра. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.